Страховка от вырубки и застройки. В столице Чувашии прошли публичные слушания по созданию лесопаркового зеленого пояса города Чебоксары. Эта красная линия будет существовать лишь на картах. Сами леса огораживать и завешивать табличками никто не станет. Границы лесопарковых зеленых поясов внесут в единый государственный реестр недвижимости в соответствии с законодательством России. При самовольном строительстве нарушителей ждет штраф, а незаконный объект снос. Внутри зеленого пояса возможны лишь линейные объекты, дороги, трубопроводы и другие инженерные коммуникации. Но никаких аттракционов, киосков или гостевых домиков преобразовать его в парковую зону в обычном понимании этого слова впоследствии будет нельзя. Для чего нужен зеленый пояс? Чтобы оставить экологическую среду для потомков, чтобы уже сегодня жители городов имели возможность дышать свежим воздухом. В Чебоксарах в зеленый пояс предлагается включить бериндеевские лесы, парк Гузовского, чтобы максимально защитить их от желающих отхватить кусочек земли в центре города. Участки леса по окраинам, парки внутри городской территории. Все эти островки зелени тоже предлагают защитить от урбанизации. Не обошли вниманием и левый берег Волги. Большое внимание уделено за Волжью, как крупной природоохранной и рекреационной территории, где приоритетно развивается длительный и кратковременный отдых, формируется благоприятная экологически чистая среда. Из них общая площадь зеленых насаждений в пределах городского округа составляет 10 953 гектара. Кстати, закон налагают четкие ограничения. Не все лесопарковые зоны можно считать зелеными. К ним не относятся зоны, загрязненные промышленными отходами, участки с объектами капитального строительства, зарезервированные для государственных или муниципальных нужд, внесенные в план добычи полезных ископаемых, или уже предназначенные для застройки с подписанным договором. Всего в проекте указаны 96 земельных участков лесного фонда, 32 земельных участка населенных пунктов и одна особо охраняемая территория площадью почти 160 тысяч квадратных метров. По итогам публичной сессии предложение по созданию зеленого пояса отправится в госсовет нашей республики.